В Твери прошел хоккейный турнир в поддержку спецоперации и приуроченной ко дню образования пожарной охраны России. В этом году структурному подразделению исполнилось 374 года. На торжественном открытии побывал наш корреспондент. На лёд спорткомплекса юбилейный вышло 6 команд. Они поборются за кубок победителя. Это сборная центрального аппарата МЧС России, три сборные главных управлений МЧС России по Санкт-Петербургу, Ярославской и Тверской областям, сборная военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова и сборная выпускников Митинского детского дома. Приветственный адрес участникам и гостям спортивного события направил губернатор Игорь Руденя. Сегодняшний турнир продолжает выдающиеся традиции отечественного хоккея. Отличительной чертой этих соревнований является то, что игроков и болельщиков объединяет не только любовь к этому зрелищному, динамичному виду спорта, но и искренняя поддержка наших военнослужащих, которые сражаются за безопасность и суверенитет России, проявляют героизм, доблесть и мужество. Одной из первых на турнире сыграла сборная главного управления МЧС России по Тверской области. Соперниками спортсменов из Верхней Волжья стала команда центрального аппарата МЧС России. Конечно же настроена победу, но покажем просто красивый хоккей. Наготовились, проводили тренировки, настроим всей команды боевой. Ещё будет хоккей. Ещё одна команда, которая вышла в этот день на лёд – выпускники Митинского детского дома в Торжке. В первой игре они сразились со сборной военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова. Соперник силён, не первый раз встречаемся с военной академией, поэтому хороший соперник, сильные ребята. Надежды занять призовые места, хотим в лидеры выбиться, первое место занять, конечно же. Турнир собрал на трибунах много болельщиков среди них – юноармейцы, учащиеся кадетских классов, студенты и курсанты. Хотя в этот день на лёд вышли непрофессиональные хоккеисты, они показали хорошую игру. В первый игровой день все шесть команд провели предварительные игры по круговой системе в двух группах. Затем определится тройка призёров соревнований. Победители станут известны 27 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok